Добрый вечер! В окол Сятошной Ёлки. Вероятно, застанутся тут до полнолетия. За выключением Махчима самого маленького – Тимофея, якому улютым сполнится два годы. У дом семейного тыпа его накировали на шесть месяцев. Менавито, такий термин вызначили его биологичным батькам, как кардинально переглядеть свои поводины. Меньшие, да, мамы, старшие, старшая тетя Вика, Виктория Александровна, ну, по-разному, дети по возрасту уже 15 лет, уже, как бы, я же не мама, можно сказать. Стараемся ладить с биологическими родителями, искать общих контакт, так, чтобы дети возвращались по своим семьям. Старшиня Гомельского облаканкама Владимир Дворник проезжает в Будокошелевский детский дом семейного тыпа с подарунками и одразу уручая их выхованцам. Набору цукерок и роликовые конки кожному, включающим маленького Тимофея. Коли мерковать по реакции хлопчика, такие подарунки ему сподобались. В уголе, в рамках акций «Наши дети» без уваги не застанется ни один детский дом семейного тыпа. На Гомельщине их зараз 39. В наступном годе плануется открыть еще три. При этом наша область з'является один и в Беларуси, где в системе дукасы не засталося ни одного специализованного дома-интерната, а все дети, которые имеют необходимость в допомозе державы, находятся в приемных и опекунских семьях, а так само в домах семейного тыпа. У правильности такой политики тут перакананы. У Рыжки, коли детьми с проблемных семью показать иншую модель поводинов, их житё может змениться коренным чином. Забота о младших, это и создание быта, и оказание помощи взрослым в содержании дома, ведение домашнего хозяйства, распределение бюджета. Ну, это все такие негласные уроки жизни, которые дают сегодня возможность именно быть уверенным в дальнейшей самостоятельной жизни. Олеся Нюров, Ольга Коновалова, Евген Макенко, телерадиокомпания «Гомель» с Будокошелёва. Протягивая крошить по Гомельской области доброжины проекта «Чистого сердца». Черговое мероприемство под названием «Тяпложа наших сердцев» прошло для маленьких пациентов, яким Новый год придется встретить не с батьками за семейным столом, а в больничной палате. Подробностей в наступном материале. Дитящее офтермологическое отделение Гомельской областной специализованной клиничной больницы. Налечения сюда накировывают маленьких пациентов из всей области. Зараз тут находятся 33 детяти. А малюсим доведется встретить Новый год в больничных палатах. Минавито тому волонтеры Гомельского медицинского колледжа вырошили организовать свято прямо тут. Проведение ранешнику стало махчимым, дякаючи до помощи Белорусского союза женщины и Белорусского товариства «Червоного крыжа». Наша жизнь состоит из традиции. У нас в областной организации Белорусского союза женщин есть такая традиция в преддверии Нового года приезжать в детское офтермологическое отделение Гомельской областной клинической больницы, чтобы поздравить маленьких пациентов с Новым годом. Потому что, как вы сами понимаете, дети остаются здесь на Новый год, им хочется праздника. История сябровства четырех установок громадских организаций началась шмат года у тому. И Новый год уже давно перестал быть одинной подставой для суместных доброченных акций. На этот же раз устреча стала часткой масштабного проекта «Чистого сердца-2». Ей накерованы на оказание допомоги и поддержки детям-инвалидам и молодым инвалидам. До речи в этом отделении лечения проходят дети и с острыми патологиями, причиной яких стали травмы, запаленшие процессы и природженные отхиления. Более семи лет приезжают учащиеся и руководство медицинского колледжа, и представители союза женщин с их руководством, и поздравляют наших детей с праздником, тех детей, которые остаются на Новый год. И, конечно, мы очень благодарны и дети, и родители им за это. Волонтерский отряд медицинского колледжа «Старфал» на вачах у детей увособился правдный суд. Маленькие глядачи увидели историю про новогодние сюрпризы, пригоды африканской малпы в холодной и снежной Беларуси. Мы занимаемся досугом молодежи, учащихся, организовываем различные мероприятия для детей. Также на Новый год поздравляем детей в различных учреждениях здравоохранения. От детей поступает масса улыбок, таких приятных впечатлений. И когда даришь добро, и добро это возвращается, это очень приятные эмоции. Ганна Ковалева, Игорь Марышенко, Телерадио, компания «Гомель». Тим часом супрацовники «Мытни» напереды дни Нового года наведали выхованцев Гомельского районного социально-педагогичного центра. Сегодня там знаходятся 12 детей родного взрослого. Миновата для их, у гостей разом с выховальниками центров имкнулись створить атмосферу каски и шаровництва. Для детей подрыхтовали костюмированное представление по мотивах каски «Снежная королева». Как организовать соправдное шоу, супрацовникам «Мытни» потребился месяц. На протягу сего «Снежни» и они так само рыхтовали подарунки для детей. Ёлка, конкурсы и цукерки на взамен на дитяшые усмешки атмосферу семейного свята. Протягиваем выпуск. Подписание буйных инвестдоговоров в рамках международных экономичных форумов, модернизация промысловых и сельско-господарших предприемств, усмаснение соведей с российскими регионами, открытие медицинских установ и новой вынаходницей в ученых. А доходяши 2015 год, на гумельшине было означено досягнениями в самых разных сферах. Не заявляется выключением и патриотичная тематика. Во всех районах в области прошли мероприемцы, просвещенные 70-годью перемоги в Великой Отчины войне. Олег Сентюров наведал городский поселок Лоев, где селета побудовали мемориальный комплекс у гонора взволения Беларуси от немецко-фашистских захопников. Темой докладного выучения первого этапа взволения Беларуси под час Великой Отчины у Лоеви занимаются с 1983 года. Когда еще на громадских початках тут был створен музей битвы за Днепр, еще просто два года, и он набыл официальный статус. Но особенно значительно эта работа активизовалась в последние годы. Когда еще в 2008-м было ведомо прикладно 7 тысячах загинувших на Лоевском плацдарме бойцов и командиров Червоной армии, то сегодня называется уже иншая и больше докладная личба 10453. Нам помогают очень в этом материалы интернета. Такие сайты, как мемориал, подвиг народа, память народа. Они вмещают документы. Это списки безвозмездных потерь, это картотека военнослужащих, которые попали в плен, то есть немецкие архивы пополняются. Это книги памяти. В раз 70-х годов после операмоги у списей невядомых заставались навод прозвища некоторых героев Советского Союза. Не бы то был таки, а як загинув и депахованный никто не ведая. Тым божь значной можно лечить работу, якая проведена на Гомичине. У Соковиков этого года у Абалуканками было принято решение об реконструкции центральной площади Лоева и увыковечивание памяти героев, якие форсировали Днепр и воевали на Лоевском плацдарме осенью 43-го. Бои за Лоевский плацдарм поджались с 27-го вересня 43-го года в районе Вёске Глушец. Непосредственно Лоев вызвалили 16-го Кастричника. По сутности, это стало початком вызволения усёй Беларуси. Идея будовництва мемориального комплексу, присвеченного початку вызволения Беларуси, належить шергу громадских организаций, инициативу потребовали на районном, потом на областном узровнях. Приацовку с военной техникой, якая ранее належала музею битвы за Днепр, значительно поширили, причем колькось самой техники повеличили больше ко двоям. Плюс реконструировали братские могилки и не один на чверть повеличили вышинью стелы у гонор воинов-возволителев и, бодай, самое главное, срабили аллею героев с прозвищами у всех 365 героев Советского Союза, якие воевали на Лоевском плацдарме. Для поравнания, подчас Курской битвы, якая вызначила весь дальнейший ход войны, звание героев отримал 231 человек. Теперь мемориал у Лоеви знаковое место не только для местовых жахаров. За это время, как он открылся, нас посетило очень-очень много людей из разных областей Беларуси. И все, приезжая к нам на Лоевщину, благодарили и говорили, что это просто замечательно, что история живет. На створении комплекса у гонор-возволения Беларуси от немецко-фашистских захопников працевали литерально у Сюйгомичиной. На допомогу прорисийным будовникам приходили не только местовые жахары, а и приезжали бригады доброохотных помощников из всех районов области. Неоплошнюю чергу по этой причине работы завершили у степлые термины. Прос 3 месяца тут почали проводить первые экскурсии. Старший прапорщик Хаджик Мирзикян народился у Армении, а ли Беларусь так само лечит своей родимой. Сегодня старшиня Лоевской районной организации ветерану войны у Афганистана разом со своими боевыми сиабрами часто сусрока и за смолодью. И он переконанный про 70-х годов. Тема перемоги над фашизмом не стратила своей актуальности, а тому побудованы все это у Лоеве мемориальный комплекс справа потребная и громадско-значная. Это была именно отечественная война. Война советского народа. Они поэтому шли, несмотря ни на что, положили свои головы, жизнь, не жалели крови своей. Именно защищали наши деды, прадеды, отцы нашу советскую землю. Олег Синтеров, Евгений Макеенко, телерадио-компания Гомель, Злоева. 22-го студене станет вядома имя выканавца, який проставит Беларусь на конкурсе Евробашине 2016. Песен и форум отбудется у мая в шведском Стокгольме. Выбирать удельника от нашей краины будут выключены глядаши шляхом телефонного и смс-голосования. В финал вышли 10 выканавцев и группу их лику гомельчанин Александр Иванов. Об творческих планах и подрыхтовцы до конкурса выканавца рассказал журналистам подчас пресс-конференции. В 2014 году Александр стал переможцем конкурса «5-40», который проходит в Ялте. Однако беларускому и российскому глядачу он больше вядом как удельник масштабного вокального шоу «Головная сцена». Беларусь вышел в суперфинал проекта. На его песне «Крыш и долонь» стало соправдным хитом. Зараз Александр является артистом продюсерского центра вядомого российского композитора Виктора Дробыша. Идея у делу отбора на Евробачене заявилась о малю опошний момент. На то, как выбрать песню и подать заявку было у сего не кальки тыдню. Однако, по словах артиста, ему пошанцевало и все склалося добро. В конце листопада он выступил перед журналист житесцовержальной песней «Help you fly». На первого снежни стало вядомо, что Александр прошел в финал. «Да помогу тебе полететь» так название композиции переводится с английской мовы. Аутор музыки Виктор Дробыш. Слово Александр написал в соауторстве с поэтессой мэры Апплгейт. Кончатковый вариант песни еще не готовы. Вядется работа и над сценичным образом. Однако, некоторые секреты Александр Иванов все-таки раскрыл. С самого начала песни там наступает песнопение. Оно чем-то напоминает какие-то этнические песнопения, скажем так, бабушкины из деревни. Сразу задает какое-то настроение, какую-то атмосферу. Дальше идет современная уже музыка с какими-то синтезаторами, непосредственно гитарами. Она сама по себе роковая, тяжелая и массивная. В то же время она легко слушается. Песню Help You Fly худко можно будет почуть у эфиры белорусских радиостанций. Александр Иванов отзначил, что выступать в финале будет под сценичным псевдонимом. Каб не блитали с полным тезкой лидером российской группы Ронда. Будет псевдоним такой рабочее название Айван. То есть это правильное прочтение английского имени Ива. Это понятно и для нас и для Запада. Працуя спевак в Москве, однако выступать в Беларуси ему доводилось. На творчем вечере Виктора Дробыша, який отбылся на Минск-арене у Костышнику. А так само он примал дел у туры по Беларуси спевачки Славы. Завитал он и у Гомель. Думаешь, Господи, почему я так нервничаю? Я же дома. А из-за того, что ты дома, ты нервничаешь еще больше, потому что твои родители в зале и папа музыкант, и... Хотя и брат поддерживал на сцене в тот момент, когда я там выступал, все равно как-то волнение присутствовало. Потому что люди как-то... А? Трепетное отношение. Трепетное, действительно трепетное отношение к этому всему. Финал белорусского отбора на Евробачене отбудется 22-го студеня. Александр Иванов будет выступать под номером 7. Максим Савин, Валерий Гопанько, телерадо, компания «Гомель». На этом выпуске завершены. У студии працавала Маргарита Шубукова. Усяго доброго и до встречи в эфире.